Максим Геннадьевич, 40 лет, Сызрань, улица Мира, дом 50, квартира 8. Все верно? Да. Поддерживаете ли вы действия президента или хотите потерять работу? Поддерживаю. Одобряете ли вы деятельность правительства или есть лишние 50 тысяч на штраф за дискредитацию власти? Одобряю. Вы доверяете новостям из телевизора или вам отключить интернет? Доверяю. Поддерживаете ли вы военные действия или хотите на 7 лет в тюрьму? Поддерживаю. Спасибо за опрос. Оцените нашу работу от 1 до 5. Или напишем за вас другие варианты. 10. Спасибо. Хорошего дня. 25 тысяч человек очень бы пригодились на фронте. Марш? Марш необходим. На Львов. На Киев. А если понадобится, еще дальше. Но когда ты смотришь на то, что происходит, то думаешь, что случилось? Что? Кормиловский мятеж? Марш Муссолини на Рим? О чем мы говорим? Мы же русские люди. Мы же родину любим. Неужели мы позволим сейчас между усобицы страну потерять? Кто сейчас подыгрывает все эти информационные шумицы? Посмотрите, как радуется ЦИПСО. Ликует Укра СМИ. Посмотрите, к чему призывает Ходорковский и вся свора его продажных сволочей. Ты что обидел? Ты что обидел? И сегодня, с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинскому языку, к литературе и так далее. Но, 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 но... 305 религиозных сооружений, 565 старинных домов. Нанесен ущерб 92 религиозным зданиям, 16 музеев, 77 историческим и художественным зданиям, 18 памятников, 10 библиотектов. Украдено 15 тысяч произведений искусства и уникальных артефактов. Украдена редкая серебряная позолота, церковные оклады, коллекции нумизматики, целые коллекции наград оружия, иконы. Украден уникальный рукописный свиток Торр и двухсотлетняя библия. Орки-освободители вывезли тысячи картин, в том числе Архипа Куинджи, который родился в Мариуполе, Ивана Ивазовского, уроженца Крыма. Уважатели украинской культуры дескалунизили один из самых ценных артефактов в мире. Золотую диадему возрастом 1500 лет инкрустированы драгоценными камнями. Да что там говорить, даже бронзовые статуи из парков уволокли. А из святой Екатерининского храма вывезли кости одного из основателей Херсона, князя Потемкина. Ну конечно же их ученочки не смогли пройти мимо с хирского золота. Например, золотая пивтора четвертого века до нашей эры, древняя сокровища из Кургана скистского царя. Стоп. На. Муз. Квы. Слушай, поедем, пивка попьем. Вон у меня на заднем сиденье пару тёлок сидит. Невозможно вас и на один день оставить. Сдаются мне джентльмены, это была... комедия. ...в причины конфликта России и Украины. Потому что не того президента посадили в Украине, как военщика. Я считаю так, что он неправильно всё делает. А были другие кандидатуры на пост президента? Я бы старого оставил, который был. А кто был? Лукашенко. И ты считаешь, что Лукашенко, как президента Украины, была правильной политикой? По крайней мере до этого войн с ним не было. Ну, таких серьёзных, как сейчас. А почему Лукашенко ушёл с поста президента Украины? Потому что закончился его срок. И чем сейчас занимается Лукашенко? Не знаю, не интересуюсь его жизнью. Ты считаешь, что если бы Лукашенко остался президентом Украины, такого бы не было. Кто такие бандеровцы? Украинцы. Почему их так называют? Поддерживают движение бандеровцев. Кто такие бандеровцы? Украинцы. Почему их так называют? Потому что они поддерживают движение бандеровцев. Кто такие бандеровцы? Начинатель этого движения имел фамилию Бандера. А кто это такой? Человек, который устроил Майдан. Майдан, да. А кто такие бандеровцы? Во время войны я слышал, что они помогали немцам. Это из истории, если. Бендер, Росап Бендер или кто там был какой-то тип. А чем прославился Настап Бендер? Ну, что-то вроде он людей пытал, или сжигал, или еще что-то делал. Помогал нацистам. Что такое нацизм? Действия против своего государства, какие-то незаконные действия. То есть нацизм — это предательство своего государства? Ну, да. А национализм — это что? Национализм — это поддержка своего государства. То есть нацизм, когда ты предаешь государству, а национализм, когда ты его поддерживаешь? Наверное. Что такое нацизм? Когда людей пытают, убивают. Нарцизм. Нарцизм? Нарцизм. Сказочный долбоеб Это Украина Конечно, после Октябрьской революции начали образовываться всякие квази-государственные образования Советская власть создала советскую Украину Я хочу известность До этого никакой Украины не было в истории человечества О, ух ты, как интересно, шикарно, да Ну это и ежу, понятно, это всем известный факт Украина никогда не существовала в истории человечества Ее придумал Ленин буквально недавно Так что, ну тут даже обсуждать нечего Просто дайте поближе посмотрю на карту Так, приблизим ее, чтобы так удостовериться Так, 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 здесь у нас что? Украина, страна казаков Украина, страна казаков А, ну это же, посмотрите, там написано В-краина В-краина, понимаете? Не У-краина, а В То есть это как бы вот В-краю В-краю, понимаете? Там как бы вот на краю Руси Там это, ну это понятно, да Вот, так что Крым-то наш Крым-то всегда был наш И поэтому Исконно русская территория Вот, даже вот на эту же карту давайте взглянем Вот поближе, приблизим Крым Вот, пожалуйста, вот, посмотрите Крым Крым Крымских татар Ну, это, по-моему, какая-то, какая-то француза, да, написали Напечатали ее Ну, это, наверное, опечатка там просто Лучше давайте вот посмотрим на родину Родину вот нашего этого последнего президента России И на будущий Санкт-Петербург Вот эту территорию Давайте взглянем Вот там вот, что у нас там находится Там тоже была всегда русская территория Это Ингрия Что? Ингрия? Ингрия будет свободной Да, это какая-то неправильная карта Давайте другую карту, другую посмотрим Вот, Украины никогда не существовало Вот, смотрите, другая, старая карта Вот Украина Тоже какая-то неправильная карта Давайте, во, литовскую карту посмотрим Литовскую, вот, древнюю литовскую карту Украина Да неправильная эта карта, неправильная Это масоны там просто зафотошопили Давай, вот, вот карта 1740 года Вот, Украины не было Вот, смотрите Украина Не было Не было Не существовало Никакой Украины До 1917 года Ее придумал Ленин Вот, смотри, карта 1648 года Вот, смотри Украина Так, спокойно Это современные технологии Фотошоп Искусственный интеллект Сейчас очень легко все подделать И поэтому Зеленский прокрался и переделал все Вот, давайте посмотрим На древнюю карту 1580 года Здесь нет никакой Украины До этого никакой Украины не было в истории человечества До этого никакой Украины не было в истории человечества До этого никакой Украины не было в истории человечества До этого никакой Украины не было в истории человечества До этого никакой Украины не было в истории человечества Че нам, братья-українцы, усмихнеться доля?